всем привет меня зовут женя канал автогарант и сегодня у нас будет поучительная поучительная история и интересно не только для вас людей которые никак не связаны с автомобилями но и для людей которые занимаются автомобилями для автоподборщиков комиссионок и всех остальных расскажу небольшую предысторию пишет мне вконтакте мой коллега руслан занимается автоподбором в своем городе нормальный парень мы с ним периодически общаемся обсуждаем какие-то моменты рабочие и пишет мне говорит вот есть машина посмотри может быть вы когда-то смотрели так давайте быстренько по объявлению пробежимся почти 30 тысяч долларов человек хочет за машину но описание обычное все отличное состояние все хорошо посмотрим фоточки вот такая вот у нас яга черный красивый двухлитровый дизельный дистроник обратите внимание вот так вот у нас все красиво я открываю объявление вижу ягуар xf посмотрел по нашим базам мы вроде такой машину не осматривали машина как машина проверил его по номеру смотрю что продает человек который так как сказать который продает много автомобилей до называйте его как хотите ну и говорю руслану тачка как тачка чего не знаю надо надо наверное ехать смотреть вин кода в объявлении нет и тут не руслан скидывает вин код там отчет и в отчете я вижу вот это теперь мы смотрим российский отчет и а вот так этот ягуар выглядел но мы видим некоторые детальки смотрите нет дистроника другая оптика видите тут леды тут нет тут ксенон обычный и другие диски колеса дальше интереснее ну я вообще в принципе не представляю как можно из этого собрать что-то ну хер знает вот у нас владелец один 17 по 19 год потом ее покупают вступление в наследство слияние или разделение капитала юридического лица ну и потом вот в двадцатом году в самом начале двадцатого года машина уезжает пробег как мы видим у нее постоянный причем вот восемнадцатый год 19 видимо восемнадцатом как сгорела так и очень долго продавали вот у нас этот владелец один и тут мы видим объявление что сразу машину продавали в восемнадцатом году 14 04 за 470 тысяч рублей продавали не продалась обновили объявление не продалась через полгода вот уже одиннадцатый месяц потом первый месяц 19 года уже 370 тысяч за нее просят вот цена и потом вот крайняя цена которая была зафиксирована 270 тысяч рублей в том году это было господи там 4 4 тысячи долларов примерно но и видимо все-таки удалось ее продать ограничение розыск все все чисто все нормально ну фотки конечно просто печаль просто я я честно я не представляю как можно было из этого собрать что-то чтобы ездила хотя наверное наверное есть умельцы которые которые могут сделать но сделать бесследно это невозможно есть второй отчет автотека чтобы мы сравнили как бы чтобы было три владельца но фактически это не три владельца там один плюс один раз перекинули номера и третий владелец эта машина уехала в беларусь есть объявление с пометкой битый ограничение розыск чисто залоги это все чисто все нормально вот смотрите как как тут интересно что-то видел вот зафиксировано объявление 470 тысяч рублей автомобиль после пожара выгорел салон полностью под установление не подлежит продается на запчасти под капотом все в идеальном состоянии мотор с турбиной всем навесным оборудованием в идеальном состоянии машина прошла 11000 так ну и в принципе может быть тут еще будут тоже из баз какие-то какие-то данные смена владельца и заезд вот вопрос вот этот заезд к дилеру на пробеге уже двадцать девять 17 апреля 2020 года когда машина уже выехала получается это либо она там заезжала в россии к дилеру после того как ее восстановили но если это эта машина либо она здесь уже заезжала в беларуси и туда эти данные подтягивают из дилерской базы вы тоже в шоке также как и я я я просто смотрел на этот отчет и не понимал ну то есть руслан мне говорит что это сто процентов не он осматривал машину он в этот момент находился в другой стране и у него заказали осмотр машины он перенаправил своим каким-то там друзьям коллегам или еще кому-то я не знаю партнером может быть они посмотрели машину и говорят что вин код из объявления и точнее вин код не из объявления а вин код из базы российской и вин код который на машине сто процентов этот то есть машину посмотрели и они говорят что машина в родной краске все в порядке руслан вот с такими вот руками я сижу вот такими вот руками я вообще не представляю как можно из того обгорельца собрать машину и чтобы это не было видно чтобы вы понимали это это я хотел сказать на грани невозможно но это нет это невозможно сто процентов нельзя вот после такого пожарища собрать машину нормально ну нормально может быть и можно но чтобы это было бесследно это невозможно то есть были бы какие-то моменты по салону были бы моменты по любому по кузову если бы машине меняли крышу значит были бы швы толщиномером эти швы все пробиваются и все их видно и мы пообщались с русланом он говорит ну типа чё машин это интересно надо надо что-то делать и я решил эту машину поехать посмотреть то есть ее уже заказал клинка смотрим и просто решили пересмотреть поехать еще раз то есть один автоподбор уже смотрел за машину и мы поехали тоже по игру звание xf актуально состояние машины как давно владеете что делали что не делали около года покупали где тут в беларуси у кого-то из россии а проверяли вообще там юридическую чистоту все нормально она на учете у вас а что по кузову у вас написано что нам родной краски не бита и не крашена по технике ничего тоже не делали ну и по разговору как вы поняли ничего обычного да я владелец владею там чуть меньше года машина в родне приезжайте смотрите ну и собственно мы поехали на выезд приехав туда мы поехали аж втроем чтобы ничего не пропустить приехав туда мы один у нас сел за компьютерную диагностику я ходил визуально осматривал машину смотрел вин код и все остальное 3 человек у нас пошел осматривать кузов толщиномер глаза и вот эти вот все моменты то есть смотрели максимально дотошно чтобы выяснить в чем же все таки причина тут нигде ничего все целое вот зацепы даже заводские вот вот покраса шторки все на месте сиденье не откидывается как мы ничего тут не увидим все целое карен он осмотрел машину толщиномером и он сказал что машина вся в родной краске толщиномером глазами то есть нету никаких вообще ни малейшего следа перекраса единственный окрас вторичный который мы нашли это крышка багажника это она окрашена частично не целиком ну что окрашена только крышкой все так что по факту словам продавца можно сказать что они правдивы и ну а те ребята которые смотрели ну ну чуть-чуть пропустили там момент ладно это не страшно небольшой перекрас дальше я стал смотреть вин кода вин кода у машины 21 мы нашли на стакане 2 вин код мы нашли под лобовым стеклом но 3 вин код наклейки а не считаю но наклейку тоже на правой центральной стойке мы нашли и ну да наклеечка не видно чтобы она тут где-то снималась дерлась целая наклеена ровно мы в замешательстве легком да то есть нам нужно понять что же все таки с автомобилем какие у нас могут быть варианты либо это та же самая машина которая в базе тогда мы не понимаем как и могли после такого пожарище собрать да если вы посмотрите сравните машину которая находится в минске и которая в базе там есть отличие у этой машины вот эта машина минская она наверно в максимальной комплектации у нее есть дистроник ледовские фары и другие диски если мы посмотрим на отчет из базы то там другие диски там нет дистроника там другая оптика мы нашли комплектацию этого автомобиля и по комплектации то есть по списку мы сравнили и комплектация минской машины она сходится то есть по цвету салона по коже не сходились только диски ну как бы блин диски вопрос такой их можно всегда поменять то есть там все сходится вариант второй это перебитый вин код мы начинаем осматривать машину более детально смотрим где что там может что-то снималась крутилась ничего вообще не крутилась нигде не снималась под капотом даже и близко мы промерили толщина мерам стакан и если бы стакан резался то есть допустим если бы варивался вин код именно по самой табличке окошечко вырезали то там был бы другой слой краски там было бы шпаклевка потому что бесследно это сделать невозможно то есть представляете кусок металла выпиливают другой варивают и его нужно перетереть шпаклевкой и покрасить покрасить в толщина мер вот на этом месте еще и на изгибе и чтобы это настолько тонкий слой поклевки ну короче это все на грани невозможно 99 процентов что-то невозможно если бы стакан выпиливали целиком то есть снизу то тогда нужно было бы снимать как минимум навесные детали которые окружают этот стакан как максимум там чуть ли не двигатель надо было бы доставать чтобы залезть туда нормально и сделать там ровненько по швам ни одна деталь вообще ничего не пластиковая не железная ничего под капотом не крутилась я достал же он здесь они днем ее не будем сдирать попробуй протыкаю его толщиком стакан все нормально это металл одинаково то есть этот стакан переваривали ну конечно было бы он бы был бы крашеный были бы швы какие-то по стакану только если вы ниже просто даже нет никаких судов чтобы что-то откручивалась кран тут не крутилась вообще ничего даже фары патрубки все 17 года все нормально лабаш стоит оригинальный то есть да можно то есть вариант когда поменять под лобовым стеклом вин код это легко достаешь лабаш туда вклеиваю все что угодно клеишь обратно лабаш но никаких следов вмешательства в автомобиль нету ну то есть по-хорошему я не знаю что они сюда в мрэл что они скажут нам по хрену просто и себя там жил то можно был так приходит справки написали просто я имею ввиду что кто приедет кто-нибудь другой аниму осмотреть машин тоже так же пробьет какой-то вот я понял что это такой конкретный всего-либо она стоила 5000 таки с машины получается все в порядке ну и у нас появляется третья версия двойник поскольку этот автомобиль мы осмотрели осмотрели не только мы а владелец сам собственно он занимается пригоном машины из америки на машина меня оформлена я занимаюсь машинами из америки она я говорю видел просто поэтому именно по номеру много машин у вас но эта машина конкретно его потому что он реально ей владеет там чуть меньше года по техпаспорту это все видно то есть эту машину покупал себе и как бы он говорит ребята я в тачках но немного разбираюсь верить я когда покупал себе машину я тоже это все посмотрел ну вообще никаких следов не разбор разбираюсь я как бы ну если я тоже смотрел вообще ничего не добрал тоже смотрел и все нормально машину посмотрели другие подборщики и своих слов тоже нареканий нет мы посмотрели машину и мы не нашли следов видоизменения идентификационного номера по блокам кстати мы тоже посмотрели подключали компьютерную диагностику и вин код по блокам сходится пошел вина в блоке покажи сходится есть нюансы которые все-таки знаете ставят под сомнение это все первое мы нашли что у машины разбиралась торпеда там пару креплений мы нашли обломанных на пластике и есть некоторые такие зацепы на приборке и то есть мы пришли к выводу что торпеда может быть разбирался скорее всего хотя это ягуар как мы знаем у ягуаров новых ключи разваливаются через полгода и сборка в принципе такая себе поэтому может быть это такая сборка по блоку вин код сходится но есть ошибка ошибка именно по вину я вам сейчас покажу как эта ошибка выглядит я не знаю что эта ошибка обозначает я искал в интернете все что я нашел это именно то что нам расшифровывает компьютерная диагностика но что она может означать то есть то есть предполагается что это якобы вмешательство в изменение вин кода но ничего не крутилась как 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 это возможно вообще я сам не смотрел когда я забирал каждый винтик тоже смотрел специально штукнулся потом камень ну уж и между потом надо будет когда-то продавать это сам все смотрю реально все на все на аккуратно очень часто у нас оплата есть на сайте оплатил получил отчет и все смотреть а если человек находится в гомеле зачем а зачем он с кем у машины съездите посмотрите все чем время терять да ну и собственно собрав все эти данные осмотр наш осмотр ребят сопоставив с отчетом разе из российских баз причем там у нас из двух баз мы брали отчеты и автотеку и инфобот там даже очень замечательно это все расписано у меня появилась такая версия этот автомобиль минске когда находился еще в питере во владении гражданин российской федерации катался себе там гражданин никого не трогал каким-то образом вин код с его автомобили попал в руки злоумышленникам будем их так называть те ребята угнали похожий максимально похожий ягуар то есть мы видим что по отчету другие фары все остальное вот про то что я говорил салон к сожалению не сравнить вот они угнали другой ягуар поставили я думаю автомобиль на каско на хорошие жирную такую страховочку чтобы получить и сожгли его к херам получили страховку остатки продали это все в россии делается спокойно легко эксперту ну то есть можно какому-нибудь там который делать экспертизу страховой подмазать и заплатить чтобы он не сверял вин коды ну и тем более кто будет сверять на сгоревшей машине даже предположим они перебили вин код приедет эксперт он посмотрит да машина сгоревшие он оценит повреждения он визуально вин код посмотрел этот этот ну вроде все та машина которая сгорела это двойник и под него просто вот это все было сделано а потом вот эта целая машина просто выехала за пределы страны но информация осталась так вот это видео к чему конечно есть небольшая доля вероятности что в минской машине все-таки перебит вин код но вы представьте насколько должны сойтись звезды чтобы несколько человек то есть нас было трое плюс владелец покупал машину ездит на ней спокойно до год плюс еще там подборщики смотрели не знаю кто то там один-два человека то есть минимум пять человек машину смотрела и не нашли вообще ничего ни малейшего следа невозможно ну я не видел чтобы так перебивали вин коды мы осматривали конечно же машины перебиты и но это когда сделано похабно видно сразу даже вот прям сразу была недавно какая-то honda accord нам приезжал на осмотр и открываю капот и я вижу что под вин номером где пластина вин номера там чуть-чуть слезла краска машина черная а под под краской площадка красная ну то есть там было очевидно было такое что мы видели когда перебита очень хорошо но не бесследно то есть невозможно не знаю максим шелков привет блин невозможно сделать настолько качественно работу но конечно маленькая вероятность этого случая может быть но я и отметаю поэтому мне лично больше нравится версия которую я озвучил что эту машину просто просто человек пострадал теперь висит в базе вот такая вот история и видео я записал к чему базы не панацея автотека инфобот турбо поиск вот эти вот все дела это как вспомогательный инструмент когда вы осматриваете собираетесь покупать автомобиль это вспомогательный инструмент который вам дает какие-то дополнительные данные историю которые вы можете сопоставить с машиной в реальности вот вы видите машину и можете сопоставить данные а тут получается что это может быть отчет в автотеке но автотека то эти данные берет откуда-то. То есть она их парсит из МВД, из страховых, еще из каких-то баз. И, допустим, если даже сейчас владелец Ягуара Минского обратится в автотеку в ту же и скажет, вот у меня тачка, она, блин, целая, я могу поехать сделать там экспертизу, к примеру, и дать вам заключение, что моя машина целая, у вас ошибка. Ну, автотека это все уберет из своей базы. А таких баз еще десятки. И они эти данные парсят. Поэтому по факту получилось так, что, ну, я как бы сомневаюсь, что это именно ошибка в базе. Они такие бывают ошибки, но они незначительные, не такие глобальные. Я сомневаюсь, что это ошибка в базе и думаю, что все-таки та машина, которая сгорела, за нее получили деньги, это двойник. Ну, а текущему владельцу Минского Ягуара просто, просто не повезло. Ладно, вы видели, вы вообще смотрели по России историю этой машины? Вы видели, что там? Все нормально. Да нет. Собственно, вот в чем интерес. Вот ваша машина. По вашему вину. Как он такой? В смысле? В смысле? Вот, ваш вид. А что это за такой отчет? Причем на тот момент, когда он покупал машину, он говорит, да, я тоже машину пробивал, и ничего этого не было. Чувак там стоял вот с такими глазами и теперь не понимает, что ему делать. Потому что, представьте, вряд ли сегодня человек, который захочет купить себе Ягуар за 30 тысяч баксов, он будет покупать его без проверки. Ну, и как бы такие проверки, как правило, начинаются с запроса истории. И вот представь, ты получаешь историю и видишь вот эти вот фотографии, сгоревшие вот этой кошки. Поедешь ты смотреть эту машину? Нет. Ты даже не будешь разбираться, узнавать, ошибка-то не ошибка, ты увидишь, подумаешь, господи. Еще напишешь человеку, продавцу, напишешь, ах ты, урод, что ты тут продаешь. Поэтому владелец Минского Ягуара реально встрял, я ему сочувствую. Он меня спрашивает, а что делать? А я на самом деле не знаю, что делать. Потому что российским властям глубоко похрен, что тут у нас творится в Беларуси. И это вот один из моментов нестыковки законодательств. Он может поехать, сделать экспертизу и направить это, допустим, в МВД или в страховую, куда эти данные ему направлять в Россию, непонятно. Чтобы они это все сверили, им надо найти ту машину. А той машины, скорее всего, уже не существует. Она уже, ну, во-первых, она сгорела, во-вторых, ее уже куда-то продали, она пошла по рукам, по запчастям, ее уже растащили по всем странам СНГ, скорее всего. И по факту та машина так и останется висеть, а у минской машины будет вот такая вот хреновая история. Это все, что я вам хотел рассказать, донести в этом видео. Еще раз напомню, запомните, база это не панацея. Проверяйте машины перед покупкой, сверяйте, но без проверки машины не покупайте, тем более такие дорогие. Надеюсь, это видео вам полезно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Меня зовут Женя. Всем пока!